Всем привет, чуваки! Меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Come With Man. Сегодня утро, четверг, ну в смысле четверг, утро, сегодня четверг и вообще утро. Барник, смотрите, подсовтбокс люкс, 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 у него номер люкс, подсовтбокс, подсовтбокс люкс. Я с утра что-то ничего не выговариваю, какая-то беда. Мне уже пора идти на работу, хочу с вами поделиться видосиком. Посмотрите, как быстро рендер сделался на этом кампе. Просто. Поскольку сейчас на работе с утра будет некогда вам рассказывать про рендер, я расскажу прямо сейчас из машины по пути на работу. В общем, смотрите, вчерашний влог получился 13 минут там с лишним. Рендерился он у меня на ноутбуке. Я поставил сначала на ноутбуке посмотреть. Рендерился на ноутбуке 54 минуты. Ну, показал изначально и цифры росли на самом деле. Я не стал уже ждать до конца, просто мне не нужен был рендер с ноутбука, я выключил. Вот, 54 минуты. Рендер с нового компьютера 6 минут 30 секунд. Full HD 13 минут рендерится за 6 с половиной минут. Меньше, чем длится сам видеоряд. Это круто, ребят! Иду начитывать передачу. Удивительно сделали передачу про Лим Бискет. И я начитал там все в таком антивишном стиле. Не знаю, что. Может, даже посмотрю передачу. Я сегодня, друзья, несмотря на то, что 28-й, сегодня у нас с Алиской праздник, я по работе немножко расстроился, потому что меня сегодня оставляют на хоккей, на хайлайты. Хайлайты, хайлайты, блин. Короче, фишка в том, что сегодня играет Авангард с кем-то хоккей. Я не смотрю хоккей, поэтому не в курсе. Вот. С кем-то играет Авангард. И после матча сюда пришлют ФС, какой-то такой жесткий диск, типа, на который пишется, пишет камера. Мне нужно будет подключить... Это будет часов в 10 где-то вечера. То есть я до 10 по любасу здесь сижу. В 10 приходит эта фигня. Я ее вставляю в комп по сценарию, который тоже будет вместе с ФС. Я должен нарезать самый лучший момент. И голы, и передачи, и все прочее. Все это посчитать, на ФТПшку скинуть. И только тогда я буду свободен. То есть это сегодня, поскольку я первый раз на хайлайтах сегодня остаюсь, я думаю, буду их делать, наверное, долго. Я уйду, наверное, в 12-м часу. И это бесит. Не то чтобы бесит, конечно. Просто немножко подрастроило меня. Но с другой стороны, хрен с ним. Да пофиг. Сейчас на обед, перед тем, как поехать домой на обед, я заеду в ДНС и куплю Wi-Fi, передатчик, приемник, чтобы был интернет на новом компе. Друзья, у нас тут снежок выпал. Прям так основательно лег. Я не знаю, лег ли он по-настоящему, прямо до конца. Это уже, наверное, раз в десятый, как снег выпадает, а потом тает. Я, кстати, на обед поехал домой. Но сначала в ДНС за Wi-Fi приемником а-ля передатчиков. Программу я, в принципе, собрал. Остался только небольшой сюжетик. Он же рубрика про... Что-то там про букву Ё придумали. Не знаю. Типа нет ни у одной буквы автора, а вот у буквы Ё есть автор. Я не знаю, это я в подводке к этой рубрике слышал. Такую информацию, о чем будет рубрика, понятия не имею. И даже, если честно, знать-то не хочу. Просто нужно смонтировать и сдать программу на просмотры, на эти осмотры. А потом хоккей. Но я думаю, что, может быть, получится сделать программу, отсмотреть, сдать, потом приехать домой, покушать, поужинать, а потом поехать обратно часам грести, сделать вот эти вот хайлайты хоккейные. Я надеюсь на это. А сейчас пока едем в ДНС. Небольшая информация для амичей, наверное, потому что я не знаю, есть ли в других городах магазин NYX. Ну, скорее всего, есть, наверное, просто я правда не знаю. Знаю, что ДНС-то по-любасу есть. Так вот, тот же процессор Intel i7 Core. Он в ДНС-е стоит 11 тысяч, в NYX-е стоил 9 с чем-то, с хвостиком. Так что подумайте над тем, где выгоднее покупать всякие железяки. Все-таки выгоднее в NYX. Несмотря на то, что у нас снежок, я все равно без шапки, потому что в машине. И не так же холодно, между прочим. Все чаще и чаще стали где-то узнавать. Прикольно очень. Сейчас продавец-консультант в ДНС-е уже на кассе, посоветовав мне вот этот вот... Ну, как бы советовал, конечно, получше дела, но я решил взять такой подешевле, потому что сейчас его будет достаточно. Короче, тоже узнал, в общем, по Cam with Man, по влогам. Очень приятно, прикольно, круто. Если смотрите, то привет вам. Все, погнал домой на обед проверять Wi-Fi-чик и кушать, естественно, а потом опять на работу. Ребята, забыл фотик в машине, поэтому снимаю на телефон. Сейчас вы увидите мега-унбоксинг! Мега-унбоксинг. Так, TP-Link 390 рублей до 100 мегабит в секунду. А нам больше-то и не надо, какие 100 мегабит. Там подороже были до 300 мегабит, но... Ребята, ну зачем? Зачем? Нет такой скорости у нас. Нету! И вряд ли когда-то будет в ближайшие пару лет. Хотя нет, пару, может быть, и будет. Ну, год точно и не будет. Что-то он открывается. Не очень удобно. И не очень удобно одной рукой все это делать. Короче, друзья, я не могу терпеть больше, и нет времени у меня. Пора делать вот так. Отлично. Да. Ой. Ой-ой-ой. Как тебе открыть, да? Что тут еще? Наклейка. Вот такая вот пипеточка маленькая. О, жесть. И это Wi-Fi приемник передатчик. Ну что ж, проверим, проверим. О-о-о! Беспроводная сеть подключена. Даже никакие драйвера не надо было устанавливать. Прикиньте. Все дико просто. Воткнул. Он тут же мне включает. Бам! Ищу в сети. Нашел сеть. Ввел пароль. И все. Все, я в интернете. Супер. Кстати, друзья, пока я устанавливаю хром на комп, не знаю, в прошлом видео, в прошлом ролике, влоге, видели ли вы вот этот вот вискарь White Horse? И вы, наверное, может быть, даже откомментили что-нибудь. Это презент начальнику на работе. Был бы, если бы, нужно было бы. Но не нужно было. Как я закрутил. Короче, да, хотел в декабре там пару выходных взять, но и, короче, не получается. И в итоге вискарь не пригодился. Ура! Я снова с вами, но уже не с телефона, а уже с фотоаппарата. Все-таки на телефон, конечно, качество слишком, наверное, крутое, да? Есть какая-то такая картинка. Во-первых, там стабилизация. Стабилизации нет. Она есть, но если я ее включу, то есть он увеличивает кадр. Не нравится мне, короче, стабилизация у него. И звук. Звук, конечно, слишком все как-то прям высоких очень много, наверное. Высоких и средних частот. Ладно, друзья, обед закончился. Я погнал на работу. Пора бы поработать. Ну что ж, друзья мои, слава богу, я собрал передачу уже, я ее сдал. Все замечательно. О, кончился второй период хоккей. Сейчас будет еще третий период. Потом пресс-конференция. Потом пока ребята будут оттуда от арены ехать сюда в Химик. А потом уже будет работа. Поэтому у меня есть еще время, чтобы посмотреть сериал элементарно. И я еще планирую почти человек, да, почти человек, про роботов. Третья серия вышла. Вот, кстати, авангард на Славан. Авангард 4-0 выигрывает. Нифига себе, будет что порезать. Я же как раз сейчас буду заниматься тем, чтобы вырезать лучшие моменты. И, естественно, голы. Так что четыре шайбы в воротах по любасу будут. Ну что ж, друзья, я иду делать эти самые хайлайты. Все уже, канал пустой. Никого нет, нигде. Аппаратная, слава богу, открыта монтажечка. В которой я, собственно, и буду монтировать. Где тут свет включается? Воу-воу-воу. Гуд. Вот такая вот монтажка. Вот тут, кстати, в этот микрофон я начитывал для Mi-12. Ну что ж, поехали. Чуваки, ну что ж могу сказать. Все, ничего сложного в этом нету. Ушло буквально... Ну, у меня ушло много, в принципе, времени. Но я изначально как бы тут, во-первых, Тарян приходил еще, отвлекал меня. Он теперь хочет купить такой же микрофон. 17 тысяч, вроде как, такая модель стоит. Так вот. Если постараться, можно минут за 20 вообще уложиться. Так что здесь дежурство на хоккей, это просто ожидание вот этих 10 часов, когда закончится хоккей. Сюда пришлют вот эту вот такую вот ФСочку. Вот на нее, вроде как, я так понял, и пишут. Это как жесткий диск такой внешний. На него камера пишет. Ну, я так понимаю. Прикиньте! Половина 12-го, уходим с работы. Флаг висит. 12-й канал. Значит, работает до 12. Я понял смысл. 12-й канал, работаем до 12. Ну, смешно же. Нет. Пойдем пешком домой, через толпу гопников. Ты готов бить гопников? Одного уже нашли, пойдем, пойдем, пойдем. Пойди сюда, гоблин. Иду, друзья, пешком домой. Уже практически пришел. Уже, так сказать, в своем районе. Хотя, эй, работаю в своем районе. Все это нефтяники. Сейчас приду, буду что-нибудь мутить с компом. Это приятные такие штуки. С новой техникой повозиться. Друзья, я дома устанавливаю 3D Max. По-моему, 14-й. А, нет, 13-й. 13-й пытался установить. Что-то у меня ничего не вышло. Я сейчас скачиваю 14-й 3D Max. 2014 года. Что-то я ничего не выговариваю уже к вечеру. 20 минут второго. Ночь. Я лично собираюсь спать. Вот. Алиска буквально только что тоже завершила сегодняшнюю работу над дипломом. Уже, можно сказать, да, завтрашнюю, можно было сказать, работу. Потому что, реально, уже наступило 29-е число. И это стрёмно, потому что хочется выспаться. Это значит, если реально выспаться, значит, нужно встать позже. Встанешь позже, считай, уже просрал весь день. Вот. Поэтому я не знаю, что делать. Сейчас, наверное, лягу спать. Она вообще сейчас Heaven решила посмотреть. Вот. И пока Алиска будет смотреть Heaven, я досмотрю почти человек. Почти человек или почти люди. И опять забыл назвать. Почти человек, по-моему, да. Вот. Короче, я досматриваю серию, ложусь спать. Всё, друзья. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Сегодня был реально тяжёлый день. 14 часов практически. Нет. Подождите. 14 с половиной часов на работе. Good. Всем отличное настроение. С вами был Майк Пакеда. Реально устал. Реально устал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!